исправляем ссылки в wordpress прошлом видео мы с вами установили ssl сертификат а значит все ссылки на нашем сайте wordpress изменились потому что когда мы ставим ssl сертификат у нас подставляется буковка с к нашему адресу а это значит что абсолютно все ссылки на сайте меняются на самом деле сейчас очень важный урок смотрите внимательно адреса мы поменяли ssl мы поставили но ссылки в базе данных остались старые то есть без буковки с wordpress настолько пустой что он не справляется даже с этим и нам нужно ему помочь нам нужно исправить ссылки все на новый адрес chttps но это сделать не так то просто если мы будем вручную например этим заниматься поэтому существуют специальные плагины и утилиты но мы избежим установки дополнительных двух плагинов и сделаем все по красоте поставим сейчас маленькую утилиту которая все сделает быстро и аккуратно поменять ссылки на новый адрес базе данных после этого мы эту утилиту удалим есть конечно бесплатный плагин который это делает но мы как я уже сказал будем избегать установку сторонних плагинов и потом еще один этап что нужно сделать в этом видео тоже покажу тоже очень важный момент если только вы смотрели это видео вот сейчас вы смотрите и за мной не повторяете то есть не создали еще сайт не загрузили на хостинг по идее в идеале правильный порядок так вы зарегистрировали домен установили ssl на домен то есть все ssl уже есть готов и только после этого движок wordpress вы загрузили на хостинг вот тогда все ссылки уже у вас будут правильные и по сути вот этот урок вам не нужен вам его можно не смотреть но если вы за мной повторяли из урока в урок шаг за шагом сделали сайт установили ssl тогда вместе со мной сейчас вы будете менять ссылки в своей базе данных переходим вот на эту страничку ссылку я на эту страничку оставлю под этим видео на своем сайте здесь видим такую кнопку нажимаем и нажимаем download zip вы скачиваете отсюда маленькую утилитку программку на компьютер zip архиве я уже скачал далее вы авторизуетесь на своем хостинге пройдите в корень вашего сайта этот zip архив нам необходимо залить в корень нашего wordpress сайта здесь я нажимаю отправить данный zip архив я переношу в эту область у меня загрузка завершена это окно я закрываю обновляем страницу хостинга вот наша папка zip архив кликните на нее один раз мышкой нам нужно этот архив распаковать нажимаем здесь извлечь нажимаем вот на эту кнопку close вот эта папка я просто по названию два раза вот так чтобы подсветить название папки выделяю нам просто нужно скопировать это название мне лень от руки это писать нам нужно сейчас к адресу нашего сайта прописать название папки чтобы мы вошли в настройки данной утилиты вот просто вот так вот два раза но четыре раза мышкой нажал чтобы выделить и control c скопировал название мы идем на главную страницу нашего сайта к адресной строке нашего сайта ставим косую черту и подставляем название нашей папки у вас она абсолютно также называется нажимаем enter и мы попадаем в настройки данной утилиты здесь все просто повторяйте за мной в это поле вы вставляете свой прежний адрес то есть без https вот вы видите буковки с тут нет вы должны понимать что этой утилиты вы можете переехать абсолютно на другой адрес то есть у вас адрес может даже отличаться здесь например у вас было адрес там демо а новый адрес будет называться магазин то есть это утилита она исправляет даже если полностью адрес домена меняется в нашем случае у нас меняется только буковка с старый домен прописываем здесь без с вот здесь вы проставляете тот же домен ваш только с буковкой с дальше мы нажимаем вот на эту кнопку live run один раз нажимаем и здесь нажимаем ok и нам нужно дождаться окончании процедуры данная утилита меняет в нашей базе данных и показывает вот здесь ниже что она сделала где изменила то есть вся наша база данных полностью переехала на правильный url cssl сертификатом все вся процедура закончилась ниже кнопка деле ты мне то есть удалить меня то есть мы по сути эту папку сейчас из корня нашего сайта удаляем я нажимаю на эту кнопку и нажима ok данном случае удаление не произошло какая-то ошибка возникла мы вручную удалим эту папку вот наша папка выделяем ее удалить удаляем и также не забываем удалить zip архив с данной утилитой она нам больше не понадобится и остался еще последний шаг вот в данном случае не знать чего это зависит может быть от темы которые я использую но у нас должен быть автоматический redirect то есть перенаправление со старого url на новый то есть попробуйте в названии вашего сайта по старому адресу уберите буковку с и попробуйте войти по нему на ваш сайт удалите адрес ставьте старый адрес нажмите enter вот в данном случае у меня происходит redirect потому что я замочек вижу перенаправление автоматическое если вы увидите что ваш сайт доступен по вашему старому домену и здесь нет замочка значит ваш сайт также доступен абсолютно все ссылки по старым адресам это очень плохо и нам нужно настроить этот автоматический redirect на новый домен ну как и следовало ожидать на wordpress и нет такого функционала но есть бесплатные плагины которые будут это делать но мы избежим установки данных плагинов внедрив небольшой кусочек кода соответствующий файл в корень нашего сайта давайте это сделаем и это делается один раз мы про это забываем и у нас все красиво все работает мы с вами возвращаемся к той странице вики который я показывал в одном из прошлых уроков точнее в прошлом про установка ссср сертификата от нашего хостинга вики также ссылку вы найдете на этот сайт вики я оставлял в прошлом видео под видео здесь в самом низу они уже все нам сделали расписали вот находим вот такой кусочек кода выделяем его и копируем вот этот кусочек кода он как раз и делает автоматический redirect с http на протокол https аккуратненько целиком полностью вот так выделяем копируем идем в корень нашего сайта опять же здесь есть такой скрытый файл . htex с возможно вы тоже его не видите он сразу должен находиться под папкой vp includes здесь вы находите в хостинге вот такую кнопку в правом верхнем углу настройки кликаем и ставим птичку показать скрытые файлы нажимаем save после этого мы видим этот файл будьте внимательны и аккуратны с этим файлом ну как бы опасно иметь дело если вы не разбираетесь ваш сайт просто может умереть поэтому очень аккуратно мы на него кликаем правой кнопкой мыши edit здесь нажимаем открыть то есть редактировать данный файл ничего не трогаем вот ведь у нас курсор мигает нажимаем enter чтобы появилась новая строка выше и вставляем тот кусок кода с нашим редиректом и нажимаем 10 в углу в правом сохранить изменения далее закрываем эту вкладку ok проверяем наш сайт на работоспособность обновляем его на всякий случай почистим кэш чтобы быстро почистить кэш браузера горячими клавишами это control плюс f5 на клавиатуре смотрим что сайт работает его работу я не нарушил но теперь мы можем быть полностью уверены что у нас нет никаких косяков или проблем мы полностью перенесли наш сайт на https и у нас еще стоит автоматический редирект что убирать дубли и старые адреса что ни в коем случае оставлять нельзя на нашем сайте на этом видео закончено